Не рожден для славы тот, кто не знает цену времени, а тот, кто не терял его даром, оставил свой след в истории. Сегодня я расскажу вам о том, чем запомнился этот день в истории российского флота. Сегодня, 18 мая, отмечается день рождения Балтийского флота. 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна – Гедан и Астрильды. Этот день и принято считать днем рождения Балтийского флота России. Все участники того боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». История становления Балтийского флота тесно связана с историей Санкт-Петербурга. В 1704 году здесь началось строительство адмиралтейских верфей, ставших впоследствии центром кораблестроения в России. С тех пор Балтийский флот блестяще выполняет задачу защиты рубежей России северо-западного направления. Не менее важную роль сыграл флот и в научных экспедициях и открытиях. Балтийский флот стал родоначальником дальних и кругосветных плаваний русских. На карте мира отмечены 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота. В год 70-летия победы вспомним о мужестве, подвиге и славе Балтийского флота во время Великой Отечественной войны. Уже в первые дни балтийцы вели упорнейшие бои за Лиепаю, Ригу и Таллин. Сражались в беспримерной 900-дневной героической обороне Ленинграда. Линейные корабли, крейсера, эсминцы, канонерские лодки на протяжении двух с половиной лет вели сокрушающий огонь по врагу у стен нашего города. За сослуги перед Отечеством более 100 тысяч балтийцев в годы войны были награждены орденами и медалями. 137 человек удостойны звания Героя Советского Союза. Орденом Красного Знамени награждены крейсера Киров, Максим Горький, линкор «Октябрьская революция». Сегодня Балтийский флот, старейший флот России, представляет собой крупное оперативное стратегическое объединение военно-морского флота Российской Федерации, способное эффективно действовать на море, в воздухе, на суше, и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны, береговые войска. Но это совсем другая страница морской истории, к которой мы обязательно еще вернемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok